Всем привет, меня зовут Вадим, и я темлит, темлит, темлит компании Astero. Соответственно, я сегодня хотел бы с вами поговорить про сериальные компоненты. Fitch сама появилась больше четырех лет назад, но, кажется, так никто не знает, что это такое и как с этим работать. Но почему-то все продолжают об этом говорить. И такие крупные компании, как Hercell и Remix, пытаются даже сделать их инструментом по умолчанию, своих инструментов. Дальше Дэнобамов завел второй аккаунт, чтобы объяснять разработчикам, что это такое, потому что, видимо, документаций не хватает, а копаться в восходе, как не у всех, есть желание. Давайте тоже попробуем в этом разобраться, но для начала познакомимся поближе. Зовут меня Вадим, и чем я занимаюсь? Ну, помимо того, что я руководил с контентой разработкой транспортных продуктов в Мастерске, то есть это авиабилеты, жд-билеты, трансферы, аренд-авто, я еще пытаюсь их в пользу вне компании. Я наставничаю в Хексити, пишу статьи на Хаббург, свой блог на GitHub, и иногда, возможно, появляется какой-нибудь укус с решением вместе с статьей. Ну и, конечно, я выступаю на конференциях, в основном мне рассказывают про их коменты и технологии. И часто я очень делаю свои доклады в разных жанрах кино. В этот раз я решил сделать свой доклад в жанре межгалактическое ТВ. Пойдемте, кто знает, откуда это? Не больше много. А кто смотрел последний сезон Вика и Морти? А кто считает, что этот сезон скатился? Отлично. Поговорим уже об этом. Так вот. Причем здесь и Морти? Все дело в том, что когда я в первый раз слышал про серийные компоненты, то для меня это было то же же самое, когда я в первый раз слышал про Плюнглус, который должен быть в каждом доме. Берем Динглбоп, натираем его шлимом, потом берем флим, высокий, втираем в Динглбоп. То есть, примерно так. Вообще не удивительно. Разрывочки очень сильно промахнулись с неймингом для своей новой Тинчей. В фронтенере мы только что привыкли, что существует четкая граница между сервером и клиентом, что у нас есть, например, клиентский рендеринг, который позволяет нам работать в SPA-приложении. У нас есть и серверный рендеринг, который позволяет нам отдавать разметку на какой-то запрос к серверу. А теперь появились клиентские и серверные компоненты, которые вообще не следуют этой логике. Очень часто можно услышать, что серверные компоненты – это те, которые работают только на сервере. По такой логике следует, что клиентские рендеры – это те, которые работают только на клиенте. Это абсолютно неверная логика. Даже Дэн Абрамов говорит, что серверным компонентам вообще не нужен сервер для их работы. Давайте разберемся, что такое клиентский рендеринг. Когда мы запрашиваем любую страницу нашего сервера, он нам дает пустой индекс HTML. Далее этот индекс HTML улетает в браузер, браузер наиболее начинает парсить, находят все ссылки на скрипты нашего приложения, фрейворд начинает их загружать. После того, как он их загрузит, фрейворд находит наше приложение и начинает его рендерить. После этого пользователь видит уже готовый контент, оно интерактивное и как бы все хорошо. Что такое сервер рендеринг? Мы запросили любую страницу, сервер уже нам отдает готовый статичный HTML нашей странице. Мы используем что-то вроде рендеринг из React, мы создаем HTML, прячем в нем состояние нашего приложения и отдаем на клиент. После этого происходит в момент то же самое. Браузер начинает искать ссылки, достает их и начинает загружать наше приложение и фреймворк. После того, как все загрузится, фреймворк находит спрятанное состояние в нашем HTML и возвращает его на то место, где мы закончили рендеринг на сервере. Происходит гидротация, то есть возвращение интерактивности нашему статичному HTML. Чем же тогда отличаются серверные компоненты от серверного рендеринга? Здесь стоит сделать немножко отступление и вернуться к названию доклада. Как говорит название, я буду опираться на материалы, которые нам дают сами разработчики серверных компонентов, ну и всех неравнодушных к ним. Поэтому, как бы сам я в исходе как серверный компонент не копался, но благо каждый день выходит новая статья, которая пытается объяснить, что это такое. Звоночек ли этот узнаем в конце. Ну и, соответственно, все эти статьи, которые я буду упоминать сегодня и подобные, я публикую себе в серверном канале, спасибо и лайк. Поэтому, кому будет интересно узнать про серверные компоненты и про прочие технологии, то можете подписаться на канал. И первое, с чего стоит начинать знакомство со серверными компонентами, это же, конечно, какие-нибудь русскоязычные доклады, которые уже есть в боли зрения. Это, например, front.coms, видимо, college.js. Но, возможно, эти доклады все еще не доступны в сети, поэтому предлагаю добьемся также с небольшим интро от IT-синека. Ну или же обратиться к антроязычным ресурсам, который, например, самый лучший из них будет статья от Джоша Камю про making sense of external components. Что же мы можем узнать из этих источников? Мы уже знаем, что для серверного рендеринга нам потребовалось ввести новый этап – гидротацию, чтобы вернуть обработчики событий на те места, где мы взяли в момент рендеринга. Но гидротация – это очень дорогой процесс, поскольку нам для того, чтобы обвинить это место, нужно как будто бы заново построить свою образовательность в корне и найти это место, где мы вернем в этот обработчик событий. Это дорогая операция. Поэтому все эти компоненты вместо гидротации используют стриминг HTML. Вместо того, чтобы дожидаться, пока загрузится весь код приложения и код фреймворка, а перед этим ждать, пока загрузится весь HTML и справка на нем состоянии, это состояние разбивается на мелкие чанки, которые заворачиваются в отдельный тег-скрипт, чтобы этот HTML-тег можно было стримить в браузер. Далее, как только такой тег, точнее такой чанк попадает в браузер, браузер упаляет свою работу. Он его parsed, resolved и находит место, куда нужно ставить этот контент на странице. То есть здесь гидротация не происходит. Также что я заметил, что здесь мы теперь используем новый IP. Мы не рендерим нашу приложению в строку, мы рендерим его в стриминг таких вот чанков. Для таких чанков реактор Mando выбрал специальный формат, и вы уже, возможно, видели его вот в виде такого JSON-подобного синтексиса. Мы еще об этом поговорим. Подробнее про стриминг можно почитать в статье о том, как работает S-Pens в NetJS-приложении. Ну и, собственно, для этого нам нужно указывать директивный сервер, чтобы наши компоненты использовали стриминг вместо того, чтобы регидрироваться уголовами. Отсюда мы получаем то самое популярное определение серийных компонентов. Серийные компоненты – это те, которые рендерятся только на сервере. Оно не очень точное. И чтобы нам его уточнить, нам нужно ответить на другой вопрос. Что такое JSX? JSX – это то, как мы пишем наши компоненты в React-приложениях. То есть мы пишем какую-то логику, пишем нашу разметку и смешиваем это все в одном месте. Но мы не можем направить это в браузер, поскольку браузер это не поймет. Нам нужно это трансформировать. Обычно это выглядит следующим образом. Мы заменяем наш JSX код на, собственно, виртуальный дом React-реактора. Это эксклюзивный бизнес-самусий React-кредит элемент, который мы передаем параметры вида Type, Lops, and Chilling. И если вы внимательно посмотрите, то те же самые элементы мы видим в этом специальном синтексе, на котором придумывала React-команда. То есть, по сути, серийные компоненты – это и есть наш виртуальный дом, с которым работает React. Только в стилизованном виде. Ведь, по сути, тот чанк, о котором мы говорили в самом начале, это что-то вроде самовозаводческой функции, с которой содержит себе кусочек виртуального дома React. Только такой чанк попадает в браузер, браузер его выполняет, React парсит свой синтексис, создает кусочек дерева и вставляет на страницу. Соответственно, теперь, когда в следующий раз спросят о том, что такое серийные компоненты, можно сказать более точное определение. Серийные компоненты – это такой же виртуальный дом React-а, только в серийном виде, из-за своей синхронной природы. Более подробно про то, что такое JSX, что такое React, как они вместе с собой и дебужат, можно посмотреть в докладе Теджи Дакумара, в котором он проявляет React и пишет его холля. Ну и, соответственно, посмотреть доклад создателя CSS-модулей, который сейчас работает в Shopify, и исследователи очень тесно взаимодействуют с ребятами из Remix, на то, как более правильно описывать концепцию всех компонентов. Тоже очень интересный доклад. Зачем вам вообще нужны клиентские компоненты? Если мы можем взять серийные компоненты, называть их обычные компоненты, нарезать из них наш виртуальный дом, отправить в браузер и середорить наше приложение. Но сделать это еще быстрее за счет того, что мы теперь используем стриминг, а не гидротацию. Что делать в слове «Серийализованный виртуальный дом»? Для того, чтобы серийализовать компонент, он должен быть серийализуем. Я пока что не умею серийализовать обрывочек событий, чтобы его можно было легко действовать из строки, которые когда-то так попадут в браузер. Соответственно, нам нужно для таких компонентов указывать новую инъективу «Use Client». То есть мы говорим о том, что этот компонент нужно регидрировать, чтобы он вернул обрывочек событий на то место, где мы его взяли. То есть внимательно. Клентские компоненты тоже можно ориентировать на сервере. Чтобы он работал как и прежде, его нужно регидрировать обратно в браузере. То есть, по сути, клентский компонент – это и есть наш обычный компонент, с которым мы работаем уже больше 10 лет. Что получается? Получается, что клентские компоненты – это то, с чем мы уже работаем. Серверные компоненты – это как бы тот же самый виртуальный дом. Получается, что мы можем взять новый механизм и запустить его в работу хоть сегодня вечером. Ну, не совсем так. Все это очень сложно с технической точки зрения. Для того, чтобы поднять работающее положение на серверных компонентах, во-первых, нам нужно что? Поднять отдельный сервер, который будет компилировать наши серверные компоненты. Потом нам нужно придумать механизм, который будет определять, что очередной компонент в дереве нельзя серверизовать, что его нужно обработать отдельно. Для этого нам нужно придумать какой-нибудь манифест, в который мы будем заносить такие компоненты, и который будет помещать, что нам нужно еще регистрировать дальше. Потом мы запретим какой-нибудь серверный рендеринг для SEO. Нам нужно будет поднять еще один сервер, который будет принимать стрим от сервера с серверными компонентами, инвестировать его в разметку, а потом создавать стрим с разметкой, для того, чтобы стримить ее в браузере. Поэтому даже сама документация говорит о том, что лучше используйте какое-нибудь готовое решение по типу Next.js. Но если вы хотите все-таки жести и ада, то рекомендую знакомиться со статьей о том, как построить свой обработательный серверный компонент без какого-либо фреймворка. Что получается? Нам остается только страдать серверными компонентами, это только боль. Ну, наверное, в том виде, в котором их придумала команда React, наверное, это так. Но мы же всегда можем написать свои собственные серверные компоненты с нуля. Благо для этого существует огромное количество материала из области и from scratch. И первое, с чем стоит ознакомиться, это библия серверных компонентов, доклад, точнее статья Дэна Абрамова на GitHub. Дэна Абрамов в своей статье описал предпосылки за рождение такого подхода, рассказал, почему команда React в принципе сначала начала изучать область клиентского рендеринга, а потом как она вернулась к серверному рендерингу, касается технических деталей GSX, роутинга и касается ментальной модели серверных компонентов. После этого он начал выступать с этим материалом на Remix.conf, опять же дополнил свои идеи и начал апеллировать коммунити, вызывать коммунити, помочь ему и команде React влажать эту технологию. Еще один очень интересный доклад от Теда Секумара, который как бы реализовал все идеи, описанные Дэном в своей статье. Он создал приложение, посмотрел, как оно все работает и поделился своими инсайтами по работе с серверными компонентами. Тоже очень интересный доклад. Тоже обязательный квас-пресс-бодру. Доклад от создателя таких сайт-менеджеров, как Substance, Jotai и «Минималистичный фреймборд для работы с серверными компонентами Баку». Он рассказывал, почему он решил не использовать готовое решение, а создать свой собственный фреймборд. Тоже очень интересный. Еще один доклад из области From Scratch, от Бэда Хоупса, про то, как он создал свои собственные серверные компоненты, но здесь идет больше упор на именно настройку бандера, о том, как собрать различные файлы, различные компоненты, и чтобы они вместе работали. Это как бы вид с другой стороны. Ну и, опять же, для самых упоротых можно посмотреть, прочитать статью серверных компонентов на Rust, хотя, конечно же, от Rust на только синтексис, то есть как бы все понятно, не без этого. Ну что, в чем проблема? Почему столько материала в этой области? Зачем вам вообще серверные компоненты, и как вы вообще жили до этого, если они такие внутренние, и решают столько много проблем? То есть, почему, как мы вообще хотим без этого? Ну, вообще, самая первая фича, которую выдают серверные компоненты, и которая самая известная, это уменьшение клиентского бандла. За счет того, что выход, выхлоп серверных компонентов – это обычный JSON, для его генерации можно использовать бесконечное количество NPM-пакетов. Здесь нужно быть осторожным. Когда мы явно указываем в компоненте директиву useServer или useClient, то мы точно знаем, что попадет в итоге бандла. Все, что используется в компоненте из директива useServer, после себя не оставит ничего, кроме JSON. Все библиотеки, которые мы используем в компоненте из директива useClient, подлетают в граузер, потому что их нужно использовать для индивидуации этих компонентов. Самыми дневнятыми здесь создаются компоненты, которые мы явно не относим ни к серверу, ни к клиенту, которые могут быть и клиентскими, так и серверами. Когда мы пишем директиву useClient, то мы создаем так называемые ClientBoundary, то есть все компоненты вниз по дереву тоже станут клиентскими. И если мы в этом поддереве используем компоненты, которые также используются в дереве на серверной стороне, то весь его код подлетит в граузер. Это стоит иметь в виду, если вы на это не рассчитывали. Ну и собственно сами разработчики React советуют избегать этих проблем передачей серверных компонентов в качестве пропсов клиентским компонентам. То есть в виде отдельных пропсов, либо в виде children, что-то так же является пропсом для компонентов. В этом случае даже если компонент передается в виде пропсов, он догадывается таким же образом, как и обычный компонент. Создается JSON, он сервизуется и отправляется в браузер. Подробнее про этот механизм можно почитать в статье «Какого каем серверные компоненты?». Автор в виде викторины задает несколько вопросов про поведение клиентских и серверных компонентов и подробно отвечает, почему именно должен быть такой ответ на этот вопрос. Второй очевидный ключ в том, что теперь из синхронных компонентов мы можем класть наш код максимально близко к нашим данным, ну либо к сервису с данными. Больше нам не нужно отправлять наше браузерное на клиент, чтобы оно в этот же момент сразу делало запрос обратно на БК. Это в свою очередь влияет на элементарную модель, которая до сих пор подвигала команда реактора. Напомню, что она выглядит следующим образом. Y1 равно F отстает. То есть представление – это функция от состояния. Теперь она может выглядеть следующим образом. Представление – это функция не только от состояния, но еще и от данных. И, как говорит Дэн Абрамов в своей статье, теперь вам нужно больше элементов для того, чтобы показать представление пользователю. Не только компьютер пользователя, на котором вы храните его лакарь инстейт, но еще и компьютер, на котором вы отдали все сервисы компоненты. Тот факт, что у нас отменилась ментальная модель, можно считать, что у нас отменились метафреймворки. Если раньше, например, Next.js позволял вам работать с сервисами данными за счет хука гель-сервисайдпрофс, в рамках которого мы могли сделать несколько запросов, получить данные, врутить их в профсы и прокидывать до места использования уже на готовой странице. Теперь, с приходом асинхронных компонентов, любой компонент – это, по сути, страница в старом его понимании, у которого есть собственный гель-сервисайдпрофс, хук, который берет данные, которые ему нужны, и реалит данные, которые ему нужны. Очень интересный дред в Твиттере про то, как отказаться от старой модели и попытаться понять новую модель с распространенными компонентами. Тоже можно найти. Ну, собственно, Next.js – это не первый метафреймворк, который подвергся другому глобальному изменению. То есть перешел на модель получения UI через сервер. Тема был, конечно же, Remix. И его знаменитетная модель была UI Action. Сначала, в 2022 году, Райан Флоренс выступил на реакатоне, рассказал про эту модель, рассказал, как она помогает избавляться от waterfall запросов для конечного пользователя. И после в Big Blog появился доклад, точнее статья, о том, как работает полный цикл состояния приложения. В чем тут их подходы? Изначально мы уже знаем, что метафреймворк – это типа UI равно FnState. Кроме того, что это функция состояния, это еще означает, что данные должны двигаться в одну сторону. То есть у нас через UI мы можем изменять состояние, состояние позволяет нам изменять UI. То есть по циклу. И Remix говорит, что это всегда было ложью, поскольку нет такого места, что у нас в одном месте сконцентрировано все состояние, и мы в нем только работали. Оно размазано по нескольким слоям. Много состояния на бэк-энде, чуть-чуть поменьше на байффе, и совсем чуть-чуть на фронте. И нам нужно постоянно делать циклы синхронизации, чтобы не потерять какие-то данные на разных слоях. Допустим, у нас сработал какой-то UIState, сработал UseEffect, улетел на бэк-энд, на бэфф. Бэфф подготовил данные, обогатил их для бэк-энда настоящего, бэк-энда третьего, бэфф готовит ответ для фронта, что-то срезает, нечего показать лишнего, данные улетают на фронт-энд, срабатывает опять UIState, опять UIState и так далее. То есть Remix предлагает отказаться от этой дисконечной цикличности. Если пользователь делает какой-то action, то это глобальный action, который меняет состояние глобально. После этого в работу вступает loader, который готовит данные, опять же, глобально и возвращает в пользователь уже обновленное представление. Позже Дэн Абрамов, опять же, в своей статье на GitHub, напишет то, что команда React выбрала примерно похожий механизм для своих вселенных компонентов. То есть это новый слой, похожий на pattern loader из Remix. А еще позже Excel напишет о том, что это оно и есть, у нас тоже есть полный цикл состояния, только вы теперь его можете использовать в серверных компонентах и в репроутере от Next.js. Конечно, мы не можем просто так избавиться от состояния. Оно должно как-то одеться. И в том числе мы не можем избавиться от U-State. Но, как вы понимаете, это состояние должно переехать в U-R-U. И к нам сразу забегут доверенные места о том, чтобы рассказать, что это возможно, показывая пример приложения, которое работает с почти нулевыми использованиями U-State. То есть все через U-R-U. Или, например, в контейнере React Query. Говоря о том, что вам, возможно, больше не нужно использовать React Query. Поскольку если состояние уехало в U-R-U, то сервер-компонент способен его понять. Поскольку сервер имеет доступ к U-R-U реквеста. Соответственно, формула U-R-U F-A-D-State может полностью работать на сервере. Поскольку все перемены для этого у нас есть. Что еще стоит иметь в виду при работе с серверными компонентами? Ну, поскольку сервер-компоненты — это JSON, то в нем нет места кукам и, соответственно, их производному. Поэтому мы не можем работать с контекстом сервер-компонентов. Потому что их нельзя цивилизовать. Но мы можем работать с глобальным хэшем. То есть имитируем рабочий текст на счет использования кэша. То есть только это теперь будет память не браузера, а вашего сервера. Уже, наверное, тоже многие слышали о том, что и React, и Next.js под капотом начинают патчить фич. Для того, чтобы как раз таки внедрить эту работу глобального хэша. Соответственно, это вызвало полную негодование среди разработчиков. Но поскольку Next.js — это первый фреймор, который, в принципе, показал нам серверные компоненты, то ему пришлось набить сразу же все шишки. Я уже не говорю о том, что в самом React'е серверные компоненты до сих пор экспериментальные. А Next.js продает их как стабильные две последние мажорные версии. И, соответственно, давайте о данном тоже поговорим. Первое, с чем стоит познакомиться при рассмотрении критики Next.js, это небольшая статья про то, что Next.js не готов для бет-акшена. Астар в своей статье описывает свой негативный опыт, что теперь он может использовать кастомный сервер с серверными компонентами. Ну, это сделано для того, чтобы не сломать случайно среди данных. Астар также негодует для того, что теперь он не может использовать мидуары, как он это делал в своем любимом экспрессе. Ну, и, соответственно, автор, кстати, первый, кто принимает вопрос о том, как теперь шар есть состояние между клиентами сервера. Вопрос, на который мы уже примерно ответили. Продолжает эту статью другая статья, которая называется «Но почему Next.js». Автор также негодует о том, что теперь в серверных компонентах мы не имеем доступа к объекту реквеста. Он жалуется на то, что Vercel выбирает сомнительные варианты и для цифровых серверных компонентов. И еще теперь мы не можем, в принципе, устанавливать ни куки, ни хидеры в наших серверных компонентах, а только можем прочитать. Более интересная критика в статье под названием «Испытывают ли React в момент от Prior.js?». Автор сравнивает переход от обычного React к серверному компонентам с тем моментом, когда мы переходили от первого пляра ко второму. Столько сильных изменений готовит нам React. Автор опять же говорит о том, что придумали очень много функциональностей, новые фичи, но они написали достаточно документации для всего этого. И разработчик просто теряется, когда начинает это изучать. И автор, кстати, первых, кто беспокоится о том, что команда React очень тесно сблизилась с командой Next.js, чтобы по итогу React советует использовать Next.js как фреймваковое умолчание. Более сложная техническая критика. Ее можно найти в статье «Лэнса Вебер». Это контрибьюторы у коллега FPL и Redux. Но вообще, конечно, стоит отдать должное команде «Девелла» в Next.js. Кажется, что ребята приделывают действительно большую работу. Как только выходит какая-нибудь громкая статья, которая притекует Next.js, ребята сразу же бегут, объясняют, что все не принято, правильно поняли, дают ссылки на документацию, где это можно узнать. Кажется, что они действительно делают большую работу. Как переучить все комьюнити и не потерять никого по пути. Таким примером может служить статья Кента Дотса. Кент Дотс – это кофаундер Remix. Он пишет, типа, почему я не буду использовать Next.js. Действительно, почему он не будет использовать Next.js. Он написает, что очень сложно обворачивать приложение Next.js вне Excel, о том, что Next.js использует свои оперовки для всего, а Remix использует дативные методы и в таком духе. Ответ на статья появилась сразу на следующий день. Ли Робинсон пришел, рассказал все по полочкам и указал, куда нужно смотреть, чтобы решить вопрос Кента. Ну, наверное, самым громким событием для критики Next.js была последняя конференция о Версел, на которой показались стабильные серверные экшены. И все завопили. Это же PHP, но только на JS. Хотел бы добавить пару комментариев от себя, где вы вообще видели такие кузыри, которые напрямую из Френданда ходят в базу данных. Я не говорю про кратроны, стартапы, 10-летние датности проекта и так далее. В любом проекте, где есть хоть капли понимания архитектуры, все разбито на слои. ПД у вас ввезет на отдельном сервере, со всеми печатями. Иначе, как фронтендерам, необходимо обстоять правильную коммуникацию с этим отдельным сервисом, чтобы все было чипик, как надо. То есть, как минимум, шум неоправдан. И я хочу об этом подробнее рассказать, но уже, наверное, в отдельном накладе, который я тоже уже готовлю. И по традиции, есть свои ссылки, которые буду упоминать в накладе, в своем телеграм-канале. Спасибо за лайк. Поэтому, кому хочется также держать в группы на пульсе, можно провалиться в канал. Итак, какие же выводы можно сделать, прочитав 100 статей про серверные компоненты? Ну, самое первое, то, что серверные компоненты — это технология не новая. Но она очень сильно отличается от тех привычных правилов, к которым мы привыкли. С другой стороны, не существует серверная пуля, которая способна решить все ваши вопросы и проблемы. Все всегда упирается в трейдов. С серверными компонентами то же самое. Серверные компоненты похожи на паттерн лодер из ремикса. Значит, их также можно использовать в таком же ключе — готовить UI заранее на бэк-энде и показывать пользователю. Далее пользователем через Action или через серверные Action, что тоже часть серверных компонентов, обновляет это глобальное состояние. После этого мы собираемся в атаку лодер, и мы видим новое представление для пользователя. Это заставляет нас думать по-другому над нашим приложением и писать их по-другому. Соответственно, у нас юсерфер превращается в Action, юсерфер переезжает в Word, в хидеры, либо в куки. Может сложиться впечатление, что если мы говорим про серверные компоненты, то нужно только их использовать. Кленские компоненты — это что-то плохое. Это вообще не так. Серверные компоненты — это комплиментарная технология для кленских компонентов, которая делает их только лучше. Серверные компоненты бывают двух видов — динамические и статистические. Выхлоп серверных компонентов — это обычный JSON, который мы можем положить на скин и реализовать как обычную статику. С другой стороны, серверные компоненты — это виртуальный дом реактор, который он понимает, но который мы можем готовить на сервере. Соответственно, мы можем готовить впечатления на сервере и очень гибко вновлять наше представление на UI. Ну и поскольку у нас теперь состояние смещается в углу другие места, это стирает границу между фронтенд разработкой и бэкгенд разработкой. Это, в свою очередь, влияет на то, как пользователи воспринимают наше приложение. Они становятся работать быстрее, а за счет того, что уменьшают клиентский бандл, уходят в отрифл запросы и прочее, это также влияет еще на DX. То есть разработчики приношают быстрее писать приложение, потому что не нужно переключить контекст бэкгенд фронта. Ну и, соответственно, если вы видите, что React-команда и Next-команда очень тесно сблизились, это вообще не означает до того, что вам нужно использовать только серверные компоненты в версии Next.js. На этом все. Возможно, из-за обилия ссылок на доклады, на статьи, доклад конечно объемным. И поэтому я предлагаю следующую схему. Подписаться на канал, найти специальный пост, в котором собраны все эти статьи в том порядке, в котором я их упоминал в этом докладе. Ознакомься с ними, и потом перейти на этот доклад еще раз. Картинка должна сложиться. Соответственно, я подготовил этот пост, в котором есть хрештег «Volabalatrssi», предлагаю вам провести свой research и глянуть в комментариях. Возможно, вы тоже уже делаете свой research, и вам есть что поделиться. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Спасибо, Вадим. Ненавижу реальность еще сильнее. Пожалуйста, вопросы, ребят, если есть. Привет. Спасибо за доклад. Подробнее хотел бы узнать про состояние. Ты сказал, что в целом передаем или в урле, или в хедре. А есть ли у нас, ну, как бы обычное, там, NextGS приложение, которое имеет себе там, простей господи, Redux, да? Или тут дефекты. Есть ли возможность у серверных компонентов работать с ними? Потому что, ну, в моем опыте это была гидротация. То есть я отдавал данные с помощью гидротации клиента. А вот серверные компоненты этого стрима, это потом. То есть они как? Смотри, в самом редаксе, вата-ботах, как мы уже знаем, используют давно контекст. Соответственно, мы не можем его использовать на серверных компонентах. То есть это всегда будет несколько компонентов. То есть если есть контекст, если обращение типа контекст, английский контекст, вот еще, это всегда будет несколько компонентов. Но это как бы, ну, совсем неплохо. Это как бы просто второе лицо NextGS. Вот. То есть, получается, мне надо в урл передать какую-то информацию, и, к примеру, серверные компоненты я могу сходить так же через серверные экшн, базу, забрать, ядра. Ну, вы говорите вот так. В урл здесь будет использоваться именно, смотри, серверные компоненты это просто еще один дополнительный слой перед двоим приложением. То есть, по сути, когда мы компилируем наше приложение на серверных компонентах, мы вычленяем, типа, рестербаним серверные компоненты, кладем отдельно, клецкие компоненты отдельно. По сути, у нас получается, что приложение на серверных компонентах производит новое приложение просто с клецкими компонентами отдельно. И вот уже его мы можем регистрировать, смотреть там состояние какое-нибудь, и все, что мы делаем. А данные откуда? Да, мы импатрируем серверные компоненты. То есть они типа отвечают за слои сети, за работу с баз данными, с файной системой. То есть, за серверные компоненты я могу сразу сходить и… Да, да, да. То есть, получится State Manager отдельно, а серверные компоненты отдельно. Спасибо. Всем привет. Мне все вопросы по поводу… Вообще, это мой второй доклад про серверные компоненты. Почему-то все они скатываются к Next.js-у всегда. Не поймите неправильно, у меня тоже Next.js в моем блоге. Это может быть на реализации сейчас. Просто интересно, когда-нибудь я думала о том, как можно без Next.js реализовать серверные компоненты. Поднять там просто пол-авиа. И что дальше? Что с этим дальше делать? Да, собственно, были ссылки. Можно посмотреть, как это сделали просто на нативных API из вебпака, из React.dom и так далее. Есть минималистичный фреймворк Baku, собственно, на то, который сделал еще одну реализацию серверных компонентов. Ну и сейчас Remix тоже над этим активно работает. У них это первостепенный корритет для того, чтобы выкатить серверные компоненты и выкатить серверные компоненты уже. То есть в ссылках есть какие-то размышления по этому поводу? Конечно, да. Ну а, спасибо. Еще вопросы, ребята. У нас такая классная книжка про архитектуру как раз. Спасибо за доклад. Вот эта новая данная тема серверные компоненты. У меня вот такой вопрос. Кажется, что очень простой. Вот раньше был фронт-энд, БК. БК не обязательно там на ноде, JavaScript, еще какой-то. Допустим, на Java написано. Здесь появляется серверный компонент. То есть получается еще появляется еще один сервер на экспрессе, который там крутится вот этот React. Нам была сейчас новая тема, он с 17 вышли тоже серверные компоненты. Я не знаю, что это еще пока не разобрался там. Как это? То есть два сервера получились? Да. Тут бывает два вида серверных компонентов. Они могут быть динамические. Вот, например, сейчас делаем NetJS. То есть мы можем сделать запрос на сервер, и нам придется актуальная информация с баз данных, с системой и так далее. Это динамические серверные компоненты, которые, вы видите, компилируются при каждом запросе. Но мы можем их компилировать заранее. То есть мы можем из них получить обычный статчик в виде джессона и положительность CD. И, соответственно, теперь мы можем вообще обращаться к сайту нашему, и он может заранее скомпинировать данные нам подсовывать в наши приложения. И нам же нужно будет больше поднимать никакого отдельного семья. То есть вот такой смысл. Отлично. Спасибо. Еще вопрос? Смотри, есть такая тоже холивальная тема, как MicroFront. И в целом до NetJS они тоже добрались. То есть можно через модуль Federation разбить свойственные части, и все у тебя будет работать. Он поддержит СССР? Я слежу за несколькими блогерами в Твиттере о том, кто вот с этим обращается. Я уже видел пару примеров, federated, серверные компонентов, вот такой вот, спецификации. Но это на уровне вот таких типа, смотрите, пацаны, что я сделал, вот прикольно заработало. То есть это пока в стадии такое исследование. И, ну, как бы, наработки есть, но, наверное, в ближайшем будущем они поделятся в каком-то стабильном объеме. Забросите, что ли? Да. Спасибо. Еще вопросы? Ну, Вадим, привет. Алексей. Не знаю, получится ли у меня сформировать правильный вопрос. Но я до конца так и не понял, зачем нужны серверные компоненты. То есть, может быть, фишка именно в том, что вот этот текст скрипт добавляется каждый раз, и вот этот F от вот этого JSON, который дом создается каждый раз на каждый компонент. Именно в этом идея. То есть гидрейт, грубо говоря, делается на каждый компонент отдельно. А гидрейт вообще считается компонентом? Ну, а как, Евгений, в каком месте происходит связь, ну, JavaScript'а с темой непосредственно с рендером? Опять же, серверные компоненты, их основные плюсы в том, что мы уменьшаем элементы лентского бандла. Потому что мы на выходе, когда мы компилируем серверный компонент, он на выходе имеет обычный случай витрованного дома. То есть это просто функция, которая там вызывает реакт-кредит-элемент, там, не знаю, type, ab, один или три, каунтер, один и так далее. То есть это вот все, что получается на выходе. То есть мы срезаем абсолютно все билетики, которые мы для этого использовали. То есть мы могли использовать, там, не знаю, супер-мощный латаж, без трешейкинга, генерировать данные. На выходе мы это все теряем. За счет того, что это делается на сяде. Да, за счет того, что это делается на сяде, мы это не отправляем в браузер. То есть мы экономим, получается, канал. Да. И все. Ну и скорость загрузки. Да. То есть, по сути, мы входим к тому, чтобы пользователь в момент, ну, очень быстро общался с нашим приложением, без лишних каких-то этапов, там, в виде инвентации, загрузки данных, гаундлейбов туда-сюда и так далее. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Еще вопросы? Тогда, я так понимаю, если остались вопросы к Вадиму, вы сможете задать их на выходе. Вадим, тебе нужно выбрать лучший вопрос. А у меня тоже понадобятся вопросы по литакси, и потом еще второй вопрос. Один. Ну, если, собственно, это не тот же человек, поэтому да. Хорошо. Спасибо большое.